За золотом на Аляску. Новоуренгойские спортсмены готовятся к арктическим зимним играм. Они пройдут в городе Фейрбэнкс, штат Аляска. Сборные команды девяти стран будут бороться за награды в 19 видах спорта. Традиционно в соревнованиях принимают участие такие страны, как Гренландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, США и Канада. Постоянным участником арктических зимних игр на протяжении многих лет остается и Россия. В этот раз в сборную нашей страны войдут представители девяти ямальских городов, в том числе две команды из Нового Уренгоя. О том, как идет подготовка наших спортсменов, расскажет Марина Кошмак. Подготовка новоуренгойских волейболисток к играм идет полным ходом. На этих девушек возложены большие надежды. Они будут защищать спортивную честь не только нашего округа, но и всей России в составе сборной «Ямал». Как считает тренер волейбольной команды, играть на спортивных площадках страны – это одно, а показать класс за пределами России – это огромная ответственность. Для нас это большая честь, потому что мы понимаем, что мы выступаем не как команда Нового Уренгоя, не как северная команда. Нас будут оценивать там и как команду из России. Поэтому, конечно, мы очень рады. У спортсменок есть все шансы на победу в арктических играх. Хоть они и юные, но очень сильные игроки. Для Юлии Касьяновой волейбол – это семейный вид спорта. Перед глазами достойный пример – мама, мастер спорта. У Юлии очень важная роль в команде. Она связующий игрок. От ее навыков и умений на площадке зависит очень многое. Я считаю, что у нас есть все шансы, как одержать победу, показать хороший результат. И я буду надеяться, что мы выложимся на все 100%, чтобы защитить честь нашего города и страны, и России в целом. Если у волейболиста картические игры станут дебютом, для новоуренгойских теннисистов он состоялся два года назад. В 2012 году Карина Хуснулина стала абсолютным чемпионом и принесла в копилку страны сразу три золотые медали. В этом году она тоже попала в сборную «Ямал». А вместе с ней еще четыре юных теннисиста. Они все приличного уровня, но выделяются сейчас своей целеустремленностью, отношением к делу. Это гладкая Наталья. Наталья пришла в этот спорт всего три года назад, но уже добилась больших успехов. За столь короткий срок из новичка превратилась в одного из сильнейших игроков Уральского федерального округа. Сейчас она усиленно готовится к мировым играм, оттачивая технику до совершенства. Кажется, что ракетка продолжение руки. В дружеском поединке она успешно сражается сразу с тремя соперниками и одерживает победу. Соревнование – возможность не только познакомиться для меня с новыми людьми, но и попрактиковать себя в своем любимом занятии. Я надеюсь на победу, надеюсь на хорошее выступление, надеюсь, что командой мы сыграем хорошо. Привезем все золотые медали. На арктические игры в штат Аляска спортсмены отправятся не скоро, но заразиться золотой лихорадкой уже успели. Чтобы добыть медали из драгоценного металла, им придется выложиться полностью, но не на прииски, а на спортивной площадке. По опыту прошлых лет видно, сборная «Ямал» достойный соперник. Теперь и у новоуренгойских спортсменов появилась возможность раскрыть таланты на международной арене и внести свои имена в историю игр. Марина Кашмак, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс». Продолжение следует...